Доброе утро, друзья! Как у вас солнечный денёчек? У нас в Московской области сегодня солнышко, и опять сегодня будет жаркий день. Но вчера был дождик, и поэтому розы у нас в России. Некоторые осыпались уже. Но ничего, завтра я вас жду. Завтра у нас мастер-класс. Хочу показать вот этот штампик сейчас ещё раз вам. Распустились окончательно цветочки шонэмэйт. Посмотрите, тантау. Красавица просто невозможная. Шонэмэйт. Ну, розарий Остинки вас встретит в полной своей красе. Розарий один, ну, просто вот уже весь в распуске, бушует. Тут уже пора обрывать увядшие цветки. Вот. Ну, пока ещё далеко до цветания окончательного. Джимс Галвай вам кивает головочками. Посмотрите, роса была. Так хорошо цветочки смотрятся. Очень хорошо. Ну, а фальстаф в этом году в ударе. Да-да, он в этом году в ударе. Посмотрите, как он распушился. Сколько в этом году бутонов у него. Вот фальстаф это относится к тем розам, которые никогда не будут, как принцесса Анна, весь усыпан прям кучей цветков. Вот у меня такого никогда не было. Если у кого-то было, то поделитесь. Он, в общем-то, скуп на свои замечательные цветы, но они хороши, очень хороши эти цветы, невозможно. Дальше мы пойдём посмотрим, что у нас тут делается в теневой части. Вот кто-то хотел посмотреть розочка Валфер Данч. Это ленц, тут уголок ленца у нас. Вот такие небольшие цветочки они, вот такие цветочки всего-навсего. Вот. Ну, а здесь розочка растёт в сине, она растёт больше для коллекции, для того, чтобы вам показать. Розочка очень хорошая, как и все розы ленца. Ой, а вот упала большая-большая ветка. Посмотрите, чего творится. Большая ветка букет парфе. Ну, сейчас побегу её подвязывать, друзья. Я вот только вышла, ещё даже не видела. Вот букет парфе. Она замечательная. У неё сейчас много бутонов, и она сейчас скоро будет цвести, но попозже. Скорее всего, для тех, кто приедет попозже ко мне. Мисс Файн. Ой, не Мисс Файн. Зе Фаун. Зе Фаун, как я говорила, очень гармоничный костик. После дождя ветра немного потрепало. У нас прям был ураганный такой ветер. Вот. А там я хочу вам показать. Вот там. Там красавица какая-то, старинная роза, которая без имени у меня. Вот. И определяли мы уже. Вот я бы туда пролезла к вам, чтобы поближе показать. Сейчас попробую. Сейчас попробуем мы поближе долезть. Вот здесь есть розочка Чеви Чейз. Вот Чеви Чейз. Скармона. Смотрите. Она... Вот посмотрите, какой у неё бутончик. Видите? Бутончик и цветочек маленький. А вот эта вот розочка. Вот эта вот розочка. Это неизвестная старинная роза. Когда-то Леночка Орлович мне дала эту розочку. И вот она сейчас будет меня радовать. Её надо снимать, наверное, после обеда тут. О, друзья. Поэтому... Не знаю. Не могу вам подсказать. Но черенок могу дать. Ну, а тут я вышла. Из зарослей. Тут, конечно, вот наша флёр. Посмотрите, вот этот побег, который мы с вами лечили и добивались, чтобы она дала новые побеги. Она дала только один, к сожалению. Ну, вот я потому что зря не вырезала вот этот побег. Но теперь покажу, почему я его не вырезала. Вот смотрите, да, он был больной. Ну, вот он выдал ветку, какую с цветами. Вот, посмотрите, тоже под дождём немножко. Немножко. Посмотрите, вот это вот всё. Этот побег выдал. Ну, для того, чтобы омолодить, я говорю, что нужно было вот эту ветку, которая настолько, настолько вся корявая. Вот мы зачищали тут с вами её. Посмотрите, какая она корявая тут ветка. Вот её надо было вырезать. Тогда, как вы знаете, как я вам уже объясняла, когда вырезаем мы, то это провоцирует розу давать новые побеги. Пока мы там чуть-чуть вырезали, она нам дала только один. Ну, ничего. В следующий раз вырежем. Это делается только весной. Только весной, друзья, запоминайте. Вот. Флёрдая сардань массат, плетистая роза, очень хороша против солнца. Да, очень хороша она. Она не относится к самым болявым розам. Да, болеет, как и все, но не относится к самым болявым розам. И сидит она у меня, растёт она у меня. Посмотрите, даже утром тут тень. Ну, тут её всё закрывает со всех сторон. А если вы посадите её на полном солнце, она вам выдаст вот такие по всей длине побега вот такие цветочки. Это очень красивая, очень красивая розочка. Так, дальше идём. Ветер потрепал. Вот, смотрите, сколько лепестков. И Джеймс Галвы тут немножко осыпался. И Гермиона моя любимая посыпалась. Вот, ну ничего, будет и другой. Другие бутончики, ещё бутонов много. Вот, так что хватит всем посмотреть на розы. Элди Брайтвейд и Дарси Баззл. Вчера мы... Ко мне приходила Маруся, мы рассматривали вот этот цветок. Элди Брайтвейд. Вот в телефоне очень сложно. Но он красный, друзья. Он красный. У Элди он красный. Особенно в начале распуска. Потом он будет уже синеть. Вот, это куст Элди Брайтвейд. Вот он. Так, и рядом Дарси Баззл. А Дарси Баззл, вот, все три цветка разной стадии распуска. Смотрите, Дарси Баззл начинает красный. Потом чуть-чуть появляется синева. И совсем переходит в синеву при отсветании. Так что, вот они все-таки отличаются. Вот посмотрите, какой красный бутон. Бутон. В бутоне прям красный. Красный-красный. Вот. Здесь у нас параде зацветает. Параде. Здесь немножко тоже от дождя все повалилось. Джетсет еще не скоро. Джетсет. Вот этот цвет. Ну, еще не скоро она будет в полной красе. А вот штамбик Крокус Рос. Крокус Рос уже хорошо нам выдает свои лапочки, цветочки. Вот штамбы Остина. Почему храше штамбы Остина? Вот она смотрит вниз. И такая вот эта форма, вот эта головка, смотрящая вниз, она как раз очень и привлекает. Она придает умиление этой розе. Роза очень хорошая. Светлогуна у нас уже тоже много, в принципе, у нее цветов, но полно и бутонов еще. Она будет долго цвести. Роза почти не имеет запаха. Единственный, пожалуй, ее недостаток, это то, что это кардес. Ей присуща кардесовская пурпуровая пятнистость. Так, а тут у нас что? Сильвер Клауд, который день уже я вам ее показываю. Вот даже вчерашний ураган, чуть-чуть лепестков только, и даже вчерашний ураган, цветок она держит прекрасно. Чем она меня поразила, когда я ее купила? Именно тем, что у нее неделю держались цветы. Вот, Сильвер Клауд. Это прибалтийская селекция. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, я вам обещала, что сегодня распустится Зангерхаузер юбилеум роз. Действительно распустилась. Смотрите, какая прелесть. Вот она, прелесть замечательная наша кардеска. Очень устойчивая, очень здоровая. Одна из самых здоровых роз. И она завершает у меня розарий. А дальше идет Оливия Рос, Септераус на дальнем плане. Здесь розово-пурпурные оттенки. Принцесса Анна прекрасно сочетается с Джеймс Галвеем. И завершает Фальстав. Надя еще не цветет. А тут у нас Вильям Шекспир. Вильям Шекспир выдал в этом году очень крупные цветы. Второе цветение у него цветы мелкие. Вот. И он выдал эти цветы почему-то так вот внутри. Внутри. Это Винчестер Касседрел. Белая роза. Прекрасная, прекрасная роза. Все сейчас в России. Такое все симпатичное, друзья. А вот еще розочка, про которую я вам не говорила. Забыла. Забыла, как назовут. Ничего, сейчас пройдем. Посмотрим дальше. Это я вам все говорила. Вот Сневальзер в полной красе. И у нас с вами мы переходим к желтому кусочку. Это Леди Шалот. Вот она, посмотрите. Леди Шалот. Красавица. Одна из последних произведений Дэвида Остина. Какой же он молодец. Какой он умница. Сколько он создал прекрасных роз. Вот. Леди Шалот. Одна из последних творений. Вот. И она шикарна. Она шикарна. Сейчас я ее... Ну, как видите, она по высоте в общем розари. Но она на самом деле у меня посажена неправильно. Потому что розари был уже посажен. Посажен и я сюда подсаживала. Она, в принципе, это большой красивейший куст. У кого она есть и посажена отдельно, вы сделали правильно. Большой будет куст. Она все время стремится к высоте, а я ее все время ограничиваю. Ну, как вы знаете, остинки я ограничиваю на высоте 50-60 сантиметров. Так и в этом году было. Я вам показывала. И все это есть в сети. Вот, посмотрите. Дождик тоже немножко потрепал. Мунинзевл. Вот та роза, которую я хотела вам показать. Леди оф Мегинч. Сейчас я проберусь туда. Вы меня простите. Леди оф Мегинч. Вот она. Тоже остинка. Не часто ее встречают в сети. Не часто она в продаже. Но она очень хороша. Очень хороша. Единственное, что... Вот листва. Листва у нее матовая. И, да, подвергается болезням. Ну, все равно. С нашей профилактикой ей ничего не грозит. А вчера меня девочки спрашивали, что у Вильяма Шекспира немножко листва светлее, чем у других Росостина. Вот, посмотрите. Мое, правда, отражение тут как-то. Вот, посмотрите. Листва Вильяма Шекспира и листва Винчестер Кастров. Есть разница, правда? Вот. Это говорит о том, что все-таки небольшой хлорос у Вильяма Шекспира есть. Я его сегодня полью. Хлорос – это недостаток микроэлементов. Может быть, магния или железо. И я полью сульфатом магния под корень. Либо полью... И еще добавлю, через день или через два, в общем-то, пролью железом. Это не болезнь, но недостаток микроэлементов. Леда. Замечательно. И на леде я вам остановлю свой рассказ, потому что уже кончается наше время. Друзья, приезжайте. Жду вас. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!